Оставайтесь дома! В Алматинской области снова усиливаются карантинные меры. Держим цены! Через СПК ЖТСУ запустили льготное аккредитование объектов торговли и товаропроизводителей. Нет преградам! 15 объектов Талтыкургана стали еще доступнее для инвалидов-колясечников. Пример-министр страны Оскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечению срока, предусмотренного протоколом диагностики коронавирусной инфекции. Повторный контроль тест на COVID-19 дал отрицательный результат. И уже сегодня глава Кабмина провел очередное селекторное совещание с акиматами городов и областей. Главная тема – прирост заболеваемости почти во всех регионах республики. Причиной тому, сообщили в Минздраве, послужило халатное отношение граждан к карантинным мерам, то есть несоблюдение элементарных санитарных норм. Таким образом, правительством принято решение не вводить ограничительные меры только в трех регионах Казахстана. Это в Западно-Казахстанской, Кустанатской и Мангастаусской областях. В других регионах страны карантинные меры будут ужесточать, в том числе и Алматинской. Особое внимание акиматов следует уделить строгому соблюдению санитарных норм и социального дистанцирования в местах общественного пользования. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматами регионов подготовить комплекс новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принять оперативные решения по корректировке реализуемых мер с учетом ситуации каждого региона. Усиленный режим карантина вводится на территории Алматинской области уже с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов. Таким образом, если ранее в Талдыкургане была приостановлена работа парков и бассейнов, то теперь этот список пополнили скверы и набережные. Центры обслуживания населения перейдут в режим работы онлайн. Услуги, которые невозможно получить на портале, будут оказываться по предварительной записи с электронной очереди. График работы цонов установлен с 10 утра до 4 вечера. Банки и почтовые отделения будут работать по предварительной записи с учетом социального дистанцирования. Коснулись ограничительные меры и туристической отрасли. На базах отдыха и санаторно-курортных центрах требуется обязательная установка дезинфекционных барьеров и тоннелей при входе на территорию объектов. Отдыхающим запрещено выходить из-за предела территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей. С полным текстом нового постановления можно ознакомиться на официальном сайте Аким Алматинской области. Закрыты выезда туристической базы национальной парки, находящейся возле города Алматы. Это Карасайском районе, Толгарском районе, Эмбекш-Казахском районе, Ильийском районе. На территории к ведущим базам отдыха, туристическим базам, пляжам, будут установлены мобильные посты из числа полицейских. В эту субботу и воскресенье, 20-21 июня, отдыхающих не будут запускать к этим базам. Это не касается тех лиц, которые ранее туда прибыли и отдыхают. Они могут продолжить отдых. 0,01% годовых. В Алматинской области стартовала программа льготного кредитования торговых объектов через акционерное общество СПК ЖТСУ. Минимальная ставка вознаграждения позволит стабилизировать цены на социально значимые товары. 2 миллиарда тенге выделены из областного бюджета для сдерживания цен на социально значимые товары. 1 миллиард из них предназначен для кредитования объектов торговли и товаропроизводителей. Первый льготный заем в 500 миллионов тенге получила ТО «Собержан Компани». Именно эта торговая сеть имеет наибольший охват населения. За финансовой поддержкой от государства обратились еще 15 субъектов бизнеса. К слову, заявка на получение заема предоставляется в акционерном обществе СПК ЖТСУ. Но окончательный вердикт выносит комиссия по управлению стабилизационным фондом. «Собержан Компани» имеет порядка 11 торговых объектов в 6 районах области. И еще два магазина. Сейчас в ближайшее время планируется открытие в городе Талдыкурган. Это супермаркеты Тоймарт. «Собержан Компани» охватывает порядка 6 районов области. Это Карасайский, Елийский, Талгарский, Имбекш-Казахский районы, город Копчегай и Талдыкурган. Освоение идет, и в ближайшее время мы будем прилагать усилия, чтобы охватить как можно большее количество районов. В этом году ТО «Собержан Компани» получили льготный кредит. За счет этого мы закупили большой объем соцзначимых товаров. Это реализуется по фиксированной цене. На ежедневной основе также нас контролирует Акимат. Но у нас стабильность открытия именно соцзначимых позиций, у нас стабильность постоянная. Комиссией по стабфонду определен дополнительный список кандидатов на льготный заем. К ним относятся 9 субъектов розничной торговли. Это магазины в Аксусском, Балхашском, Кигенском, Раенбекском, Талгарском, Уйгурском районах и в городе Талдыкурган. В настоящее время с четырьмя из них уже заключены договоры. В скором времени они получат по 130 миллионов тенге. Был одобрен список торговых объектов комиссии, которым будет в ближайшее время выделен целевой заем, льготный заем под 0,01% годовых. Дополнительно четыре района будет охвачено по Алматинской области. Но в целом освоение идет. Более 7 тысяч тонн социально значимых продуктов питания на сумму в 1 миллиард тенге пополнили запасы стабилизационного фонда. Их реализация будет проходить по сниженной цене на субботних ярмарках коммунального рынка и через социальные магазины. С последними СПК ЖТУСУ сотрудничает через агентский договор. В 20-х числах апреля были выделены денежные средства. На сегодняшний день запасы стабилизационного фонда пополнены семью наименованиями социально значимых продуктов питания. Большое внимание уделено и сдерживанию цен на самый востребованный продукт – формовой хлеб. На его производство для 53 пекарен области приобретено 6 тысяч тонн пшеничной муки первого сорта. К слову, отпускная цена для пекарен значительно ниже закупочной. Разница в стоимости продукта субсидируется государством. Продолжаем выпуск. Казахстанские аккумуляторы теперь в странах Персидского залива. Отечественный производитель аккумуляторов Кайнара КБ открузил первую партию своей продукции в Дубай. Здесь свыше 4,5 тысяч аккумуляторов с маркой сделано в Казахстане. Качественный товар, работающий длительное время при высоких температурах, толкурганского производителя отправлен на новый международный рынок. Во время визита Касамжо Мартукаева в Объединенные Арабские Эмираты, во время визита президента была встреча с предпринимателями, бизнесменами в Арабских Эмиратах, где была договоренность о открытии филиала в городе Дубай. В настоящее время это событие совершилось. Барс Намат Кайнар – это на сегодня самые востребованные бренды толкурганского завода. Ближние зарубежья продукция поставляется уже около 15 лет, а вот европейский рынок завоеван недавно. Качество казахстанских аккумуляторов высоко оценили и китайские автодилеры. Расширение рынка сбыта налаживается в рамках сотрудничества двух стран. Это аккумуляторы до 190-х. Мы выдали в ассортименте все три вида брендов. В настоящее время, думаем, они оценят качество нашей продукции, потому что продукция именно модифицирована и создана для тропического климата. И будет выдерживать все нагрузки в связи с этим. В планах предприятия прямой выход на африканский рынок, который на сегодня осваивается через интернет-пространство. На сегодня Кайнар АКБ – единственный крупный производитель аккумуляторов в Казахстане. Ежегодно данный завод выпускает около 2,5 миллиона батарей. С расширением рынка сбыта увеличится и объем производства, утверждает руководство предприятия. А это создание новых рабочих мест. Сейчас на заводе работают около 1200 человек. Гульназ Мустафа, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Граждане Таджикистана застряли на казахстанско-узбекской границе. Вот уже 15 дней они находятся на посту Жибек-Жола в Сарагашском районе Туркестанской области. Около 300 человек, приехавших в Казахстан на заработки, не могут вернуться на родину. Большинство из граждан Таджикистана, застрявших на казахстанско-узбекской границе, молодежь. Они приехали в Казахстан в поисках работы. Но есть среди них и женщины, дети и даже пожилые люди. Из-за закрытой границы вот уже две недели люди вынуждены ночевать под открытым небом. Когда началась пандемия, они остались в Казахстане. Теперь не могут вернуться на родину. 289 человек надеются на помощь посольства Таджикистана в Казахстане. Но оттуда до сих пор нет никаких вестей. Ущерб в полмиллиарда тенге нанесло государство ОПГ. Члены преступной группы специализировались на выписке фиктивных счетов фактур и незаконном обналичивании денег. В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов тенге. Ведомцы отметили, что в ходе проведения следственных действий обнаружены и взятые бухгалтерские документы, флеш-карты САЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 миллионов тенге. В Нур-Султане задержана женщина по подозрению в даче взятки за освобождение осужденной дочери. Сотрудники антикоррупционной службы по Нур-Султану ее задержание сняли на видео. Начато досудебное расследование в отношении жительницы столицы, которая путем подстрекательства и обмана получила денежные средства в сумме 7 миллионов тенге под предлогом передачи в виде взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность. За решение вопроса об освобождении дочери из мест лишения свободы отметили в ведомстве. Дложников к ответу. Стражи порядка Алматинской области и судебные исполнители объединили свои усилия в борьбе с нарушителями правил дорожного движения, не выплатившими наложенные на них административные штрафы. Миллионы тенге задолжают бежать автолюбителей, нарушившие правила дорожного движения и получившие протоколы о взыскании с них штрафов. Как выясняется, не все граждане спешат в кассовые отделы, в связи с чем полицейские вынуждены отправлять материалы дела судебным исполнителям. Вместе с ними в рамках ОПМ Борышкер формируются мобильные группы. Они выезжают на самые оживленные автотрассы и буквально отлавливают должников в автомобильном потоке. Очередной этап охоты за неплательщиками будет проходить в течение нескольких дней. Только за первый день бюджет пополнился сотнями тысяч тенге. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие Борышкер совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей. Проводим данную акцию, в рамках которого используются комплексы Креспи. Останавливаются транспортные средства, ранее которые наложены аресты, имеющие за административные правонарушения, то есть неиспользованные постановления. Хотелось бы отметить, что комплексы Креспи используются для тех автотранспортных средств, на которые ранее наложены аресты. То есть скоростной режим в данной акции не используется. Поликлиника Кайнар города Талткурган отмечает 20-летие. Ровно столько лет назад в областном центре заработал первый частный медицинский центр, который обслуживал исключительно работников градообразующего предприятия Кайнар АКБ. Для остальных желающих поликлиника оказывала коммерческие услуги. Сегодня учреждение оказывает услуги населению и в рамках государственного заказа. Около 500 тысяч пациентов в эти дни могут сказать спасибо врачам поликлиники Кайнар. Именно столько людей за время работы медцентра получили качественные медицинские услуги. За два десятка лет учреждение оказало более полутора миллиона различных медицинских процедур. Особо можно отметить и заслуги опытных врачей, которые работают здесь с первых дней открытия. В их числе и Валерий Фирсов. Его, как высококвалифицированного отоларинголога, в области знают все. Число желающих попасть на его прием растет с каждым днем. Соответственно, и условия для пациентов созданы самые современные. Вот этот аппарат южно-корейский эндовидео, который приобретен в последние три года. Мы им пользуемся регулярно, ежедневно. Это помогает нам в диагностике и лечении многих заболеваний. Значит, кроме этого, в нашей поликлинике имеется физиотерапевтический кабинет, которым мы пользуемся постоянно. Значит, клиническая лаборатория, которая выполняет клинические и биохимические анализы. За эти годы в учреждении произошли колоссальные изменения. Его отремонтировали, оснастили высокоточным оборудованием. А лечиться сюда едут со всей республики. Мне столько же, как и в этой поликлинике практически. Поэтому я здесь всегда был и по детству, и сейчас при вынужденных обстоятельствах приходится. Поэтому, в принципе, все устраивает. Дальнейшего процветания этой поликлиники. Планы у руководства медучреждения грандиозные. Буквально на днях заключен договор на закуп самой современной медтехники. На это учредителям выделено 46 миллионов тенге. Вместе с тем, на базе поликлиники планируется открытие центра нейроинсультной реабилитации на 20 коек. Сейчас у нас очень много инсультных больных. После инсультной реабилитации стоит на первом плане. Очень много людей, которые сейчас лежат дома, не могут получить адекватное вовремя реабилитационное лечение. Поэтому мы специально в феврале месяце мы съездили в Казань, посмотрели их реабилитационный центр, как он работает, какое оборудование, все материалы мы все собрали. В преддверии профессионального праздника и юбилея учреждения сотрудники отмечены благодарственными письмами. У многих из них трудовой стаж совпадает с возрастом самой организации. Гульназ Мустава, Хайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. Преодоленный барьер. Год назад для инвалидов-колясичников здания оптики было неприступной крепостью. Даже с посторонней помощью заехать туда задача не из легких, светово ли они. Слишком высокий угол наклона пандуса, отсутствие поручни и кнопки вызова. С такой жалобой инвалиды обратились в Департамент труда и соцзащиты в 2019 году. Руководство офтальмологической сети услышало требования клиентов и проделало работу над ошибками и даже с лихвой. Помимо исправления вышеперечисленных неудобств, для особенных посетителей создали стол спецуслуг. Кроме того, окошко продавца сделали ниже, на уровне человека в инвалидной коляске. Я инвалид первой группы. У меня поврежден опорно-двигательный аппарат. К тому же имеются проблемы со зрением. Год назад я хотел купить очки в оптике, но, к сожалению, сильно удивился, когда понял, что самостоятельно заехать туда я не смогу. Мы написали письмо и отправили в Департамент труда и соцзащиты. Благодаря им сегодня для нас созданы все условия. Дополним, в прошлом году специальной комиссией Департамента труда и соцзащиты проведено 64 проверки, 8 из них внеплановые. В итоге руководители четырех объектов малого бизнеса были оштрафованы на сумму 250 тысяч тенге. Однако немало и тех, кто устранил указанные в предписании недочеты. Таковых по областному центру свыше 15. В их числе филиал Каспийбанка, Жилстройсбербанк, Житусуводоканал, Облсуд, а также мелкие магазины и парикмахерские. После трехмесячного карантина в Англии открылись зоопарки. Лондонский зоопарк – один из самых старых и посещаемых в мире. На корм обитателям требуется миллион евро в месяц. И руководство задумывалось о возможности усыпления животных в случае дальнейшего продления карантина. В рамках новых санитарных правил посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и нельзя общаться с животными, в частности давать им еду и трогать их. В новых условиях придется сократить число посетителей. Поэтому британские зоопарки надеются, что карантина больше не будет, чтобы выжить и сохранить животных. Число беженцев в мире достигло почти 80 миллионов человек. Это самый высокий показатель, зарегистрированный за время существования ООН. По данным ежегодного доклада организации, около 46 миллионов человек стали вынужденными переселенцами в пределах своей страны. Остальные бежали в другие государства. Венесуэла занимает второе место после Сирии по числу беженцев. В ООН отмечает, что перспективы возвращения для беженцев уменьшаются. Если в 1990-е годы ежегодно в среднем полтора миллиона человек возвращались на родину, то за последние десятилетия это число упало до 385 тысяч в год. Уже в августе сборная Казахстана по хоккею на траве планирует принять участие в международном чемпионате. Соревнование должно пройти в России. Хоккеисты приступили к активной фазе тренировок. Ни для кого не секрет, что 75% игроков сборной страны составляют спортсмены из Алматинской области. И потому учебно-тренировочные сборы проходят в основном в Талдокругане, на стадионе Бесарыз, соблюдение всех санитарных мер. Перед собой тренерский состав ставит задачу достигнуть пиковой формы игроков и удачно выступить на всех грядущих стартах. Готовимся в ближайшее время к чемпионату Казахстана, первый-второй тур. Это начало августа у нас. Подготовка отличная. Погода такая же хорошая. Хотелось бы этот карантин, чтобы быстро закрылась. И также мы планируем в сборной Казахстана поехать на чемпионат России, выступить на первенстве чемпионата России. Также это влияет на то, что там карантин, чрезвычайную ситуацию между границами откроют. Это будет уже наилучшим. Также будем продолжать туда ездить, набираться опыту. Так как у нас сборная молодая, им надо играть, набираться опыту, достигать там уже вершин. И мы также все усилия дадим, чтобы выступили отлично. В прошлом году и женская, и мужская надсборная Казахстана стали призерами турниров в Таиланде, тем самым завоевав путевку на чемпионат мира, который планируется провести в Бельгии в следующем году. А пока нужно набраться больше игрового опыта, оттачивая тактические и физические навыки команд. Для этого тренировки проводятся ежедневно. У нас в основном здесь тренировки. Идут сейчас тренировки два раза в день. С утра мы тренируемся ОФП, общая физическая подготовка. Тренировка у нас длится два часа. Вечером мы тренируемся на тактику. Тоже у нас тренировка длится два часа. Мы работаем над защитой, над нападением. Тренируем вратарей, удары. Мы идем к чемпионату Казахстана. Мы хотим выступить очень хорошо. После карантина это будет наше первое соревнование. После мы будем готовиться к чемпионату мира. И постараемся там выступить очень хорошо. Тренировки возвращаются к прежнему режиму. Главная задача спортсменов за несколько месяцев наверстать упущенное и более того стать сильнее. С этим хоккеисты справляются на отлично. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова